Добро пожаловать на программу «Балет. Новый взгляд на фитнес» представляет Джоуи Бул. Для этих упражнений я собрала лучшие движения из балета, которые помогут нам в формировании сильных, красивых мышц ног. Такие ноги мы видим у танцоров, с их аккуратными, подтянутыми мышцами. Я также включила 20-минутный комплекс упражнений, которые без сомнения улучшат состояние вашего сердца и поможет избавиться от лишнего жира. Давно было доказано, что для сжигания жира короткие нагрузки действуют намного эффективнее, чем продолжительные и интенсивные упражнения. Но это еще не все. Вы также научитесь контролировать свое тело, и ваши движения станут более грациозными. Вперед к стройной и подтянутой фигуре! Сжигание жира Эластичные упругие мышцы Тонус Балет Новый взгляд на фитнес Помните всегда о позиции. Вы как марионетка, которую тянут вверх. Голова макушки тянется вверх, плечи развернуты назад и вниз. Грудь как бы стянута в крепкий корсет. Ягодицы напряжены. Они не должны быть ни выдвинуты вперед, ни назад. Вес тела равномерно распределяется на ступни. Если нужно, выполняйте упражнения рядом с поручьем или поставьте рядом стул. Это поможет вам держать равновесие. Разминка Итак, начнем. Ноги вместе. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Еще раз. Вверх. Хорошо. Тянемся грудью вверх. Мы должны почувствовать, как растягивается спина. И еще раз. Руки в стороны. Теперь соедините руки перед собой и отведите их назад. Еще два раза. Округлите спину и разведите руки. Теперь поднимите руки над головой. Руки тянем вверх, а кисти рук в стороны, как будто мы хотим затянуться до разных углов комнаты. Лопатки вниз и вместе. Теперь тянемся в стороны. Растягиваем руки до самых кончиков пальцев. Можете добавить балетные движения рук, портебра, как я показываю. А теперь не торопитесь. Медленно сгибаемся вниз, растягивая расстояние между позвонками. Уделите внимание каждому раскрывающемуся позвонку. Возвращаемся в позицию, раскрываем плечи, локти плотно прижаты к бокам. Предплечья параллельны полу, разводим, раскрываем плечи. Почувствуйте движение. Работаем над осанкой. Подключите к этому движению и ступни. Разводим. И вместе. Так мы готовимся к следующему упражнению. Теперь приседания. Разведите колени в стороны и почувствуйте, как тянутся мышцы во время приседания. Последний раз и выполните медленное и глубокое приседание плие. Выпрямите колени и еще раз. Повторите. Повторите, расставив ноги в стороны. Тянем бедра и боковые мышцы. Два медленных глубоких плие. И еще раз сначала. На этот раз выполняем два маленьких полуприседания. Добавляем движение рук. И еще одно глубокое приседание. Шаг в сторону. И снова. Два маленьких плие. И один глубокий. Возвращаемся в основное положение и выполняем восемь маленьких плие. В этом упражнении отлично работают ягодичные мышцы. Помните, тянем, поднимаем и растягиваем эти мышцы. И последний раз. Теперь в стороны. Вперед и в сторону. Назад и снова в сторону. Теперь в другую сторону. Вы переносите вес тела с одной ноги на другую, поэтому не забывайте о своей позе. Теперь в другую сторону. Вы переносите вес тела с одной ноги на другую, поэтому не забывайте о своей позе. В другую сторону. И добавьте руки. Не забывайте на вас крепкий корсет. Бедра неподвижные. Ни одного движения. Последний раз. Выполним четыре раза в левую сторону с руками. Давление в пол. Вы должны чувствовать, как работают мышцы ваших ног. И в другую сторону. Теперь по одному разу в каждую сторону. Давление в пол. Вытянутая спина. Вдох. И шестнадцать раз. И еще восемь раз. Шесть. Семь. Медленно поднимитесь на полупальцы. И вниз. И еще раз. Медленно поднимаемся на полупальцах. А теперь приседаем. И поднимаемся. Приседаем. И поднимаемся. Сейчас вы можете почувствовать, как работают икроножные мышцы. Плавное движение. Скользите ногой по полу. С напряжением. И в конце она поднимается. В этом упражнении вам может пригодиться стул для равновесия. Сделайте вперед, в сторону, назад и в сторону. Два раза в каждую сторону. Продолжайте поворачивать ногу в тазобедренном суставе, чтобы раскрыть внутреннюю часть бедра. И последний раз. Четыре раза в сторону. И четвертый раз заканчиваем плие. Перед тем, как выполнить упражнение в другую сторону. Держите под контролем нижнюю часть тела. Почувствуйте заднюю часть бедер. Сделайте по два раза в каждую сторону. И плие. В другую сторону. Теперь дополнение. Придадим движению балетный стиль, добавив легкие движения плечами и головой. Четыре раза медленно. И заканчиваем плие. Повторим справа. Не забывайте держать спину. Меняем сторону. На этот раз сгибаем обе ноги. Отведите ногу немного выше, чтобы работали боковые мышцы. Меняем сторону. Ногу назад. Назад. Такое положение рук помогает держать равновесие. Теперь мы будем выполнять круговые движения левой ногой. Все время остаемся в нашем невидимом стягивающем корсете. Бедра остаются неподвижными. Меняем сторону. Бедра неподвижны. Повторяем упражнение. Ногу в сторону, влево, затем глиссе, дважды в каждую сторону. Отводим и поднимаем. Отводим и поднимаем. И в другую сторону. Круговые движения. Два раза. Вокруг. В другую сторону. В сторону. И поднимаем. И еще раз. И круговое движение. И еще раз. В сторону. И поднимаем. В сторону. И поднимаем. Добавляем небольшое растяжение и дополнительные движения. Шаг в сторону и тянемся. Начинаем. Тянемся и обратно. В другую сторону. Тянемся в сторону. Продолжаем. Тянем талию. Наслаждайтесь растяжением. И помните о дыхании. Выдох в сторону. Вдох. Возвращаемся обратно. Помните о равновесии. Спина крепкая. Ногу вперед и назад восемь раз. Еще четыре раза. Теперь то же самое с другой ноги. Последние четыре раза. Теперь то же самое с другой стороны. Вперед и назад. Вперед и назад. Теперь тянемся в сторону, как раньше. Ногу вперед и назад. Вперед. Позиция. Наклон в сторону. Еще два раза. Вперед и назад. Вперед и позиция. Тянемся назад последний раз. Вперед и назад. Позиция. В сторону. Тянемся. Теперь согнем колено в сторону и обратно. В другую сторону. И еще раз в другую сторону. То же самое в другую сторону. И распрямляем ногу. Поднимаем ногу, разворачиваем колено и взмах ногой. Ставим ногу вниз, вверх, разворот, взмах и вниз. Работает верхняя поверхность бедра. Выполняем упражнение в одном темпе, не ускоряя и не замедляя. Четыре раза в каждую сторону. Вверх и вниз. Почувствуйте внутреннюю часть бедра. И вниз. Последний раз в эту сторону. Коленка тянется к потолку. Ваша нога напряженная и растянутая. И последний раз. Давайте объединим все, что мы уже успели сделать. Четыре раза вперед и назад. Круговое движение и тянем ногу. Вперед, назад, вперед, назад. Два круга. Поднимаем колено. Взмах. И еще раз. Вверх, взмах, обратно. В другую сторону. Тянем вперед, назад, вперед, назад. Два круга. Поднимаем колено, взмах ногой. Вверх, в сторону. И снова. Движения плавные. Держите равновесие. Контролируем движение. Крепкая спина. Прямая крепкая спина. Упражнения для ног. Я изменила несколько упражнений, взятых из балета, для того, чтобы в них работали все мышцы ног и задняя часть тела. Внимательно следуйте инструкциям, и вы получите от них максимальный результат. Ноги широко расставлены, носки в сторону, четыре медленных приседания, вниз и вверх. Ниже, колени и носки развернуты в стороны, смотрят в углы комнаты. Садитесь так низко, как только сможете. Спина прямая, колени смотрят в стороны. Быстрее, восемь раз. Раскрывайте мускулы нижней и верхней части ягодиц, когда садитесь вниз. Почувствуйте их, когда вы выпрямляетесь. И последний раз. Теперь поднимаем одну пятку, когда делаете приседания. С другой стороны. Садитесь ниже. Поднимитесь, напрягайте бедра, когда вы поднимаетесь. И еще один раз. Восемь раз быстро. Вниз и обратно. Напрягаем и поднимаемся. Еще четыре раза. Садитесь глубже. Почувствуйте напряжение сзади. Последний раз. Легкие приседания. Еще два раза. И обратно. Еще раз вниз. На четыре сантиметра вверх и вниз. И вверх. Еще раз. Вниз. В этом упражнении работает нижняя часть спины, внутренняя и внешняя часть бедер. Приседаем. Пять, шесть. Теперь отведите одну ногу назад и в сторону. Ноги перекрещены. Садимся вниз. Перенесите вес тела на ногу, которая впереди. Носок смотрит вперед. Как будто садимся на бедро. Бедра смотрят вперед. Это поможет вам почувствовать, как работает внутренняя поверхность передней части бедра. Нога сзади помогает сохранять равновесие. Еще один раз. И в другую сторону. Нога сзади легкая. Садимся низко. Это упражнение предназначено для работы бедер и ягодиц. Последние четыре раза. Колено прямо над носком. Последний раз и ставим ноги вместе. Теперь встаньте на одну ногу. Носок в сторону. Руки в стороны. Спина прямая. Стороны. И обратно. Теперь наклонитесь вперед немного сильнее и продолжите упражнение. Спина прямая. Чтобы усложнить упражнение, стойте на одной ноге и высоко поднимите вторую. И последний раз. И теперь с другой стороны. Вниз и вверх. Согнулись. Поднимаем ногу выше. Продолжайте двигаться. Постепенно и медленно. Это упражнение приводит в тонус внешнюю и заднюю часть бедра. Если вас шатает или дрожат колени, это нормально. Когда окрепнут мышцы, это прекратится. И последний раз. Хорошо. Сейчас мы будем работать с задней частью бедер. Вытягиваем ногу назад. Восемь раз. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Бедра на месте. В другую сторону. Работает нижняя и средняя часть спины. Положите на секунду руку на ягодицы и согните ногу. Снова на другую сторону. Вытяните ногу в сторону и назад. Почувствуйте, как работают задние мышцы спины. Еще четыре раза с этой стороны. Вы можете почувствовать, что сгибание поддерживающей ноги помогает ощутить работающие мышцы. Сгибайте обе ноги и выпрямляйте обе ноги. Выберите, что подходит для вас. Сгибаем. Хорошо. Встаем на одну ногу. Будьте внимательны в этом упражнении. Немного согните ногу, на которой стоите. Это положение не должно меняться. Наклонитесь вперед, как будто вы на шарнире. Спина все время абсолютно прямая. Носок ноги, который сзади, находится на полу для равновесия. Вы также можете использовать стул. Теперь сконцентрируйтесь на растяжении и работе задних мышц. Прямо там, где мышцы ягодиц переходят в ногу. Опустите противоположную руку вниз для равновесия. Когда вы достигли равновесия, то можете попробовать поднять сзади ногу немного выше, как качели. И в другую сторону. Двенадцать раз с этой стороны. Тяните живот. Колено прямое и расслабленное. Почувствуйте растяжение задней части, поддерживающей ноги. Опустите руку для равновесия. Последние два раза. И расслабляемся. Следующие упражнения требуют хорошего чувства равновесия. Они предназначены для повышения тонуса и гибкости тела. Мы будем менять стороны. Помните, крепкие подтянутые мышцы и подтянутый живот. Вытяните ногу вперед и назад. Еще раз, на этот раз немного выше. Держитесь за стену или за стул. Каждый раз немного выше. И в другую сторону. Вперед, назад. Сначала не так высоко. Немного выше. Контролируйте бедра. Еще два раза. И с другой стороны. Взмах вперед, назад. На этот раз выше. Последний раз. И с другой стороны. Каждый раз, когда меняете сторону, живот должен быть втянут, тело затянуто в корсет. Поднимите ногу в сторону и взмах. Сильный взмах ногой. Раскрывает бедра. Поворачивайте бедро. Колени и ступни тоже. Меняем сторону. Невысокий взмах. С каждым разом взмах становится все выше и выше. Последние четыре раза. Еще четыре раза в другую сторону. Отличное растяжение. Два раза в каждую сторону. Два раза в сторону. И еще раз. Упражнение для ног, часть вторая. Давайте соединим вместе несколько упражнений. Сохраняйте равновесие. Высокие взмахи вперед и назад. Теперь два низких круга. С другой стороны. Вперед, назад. И нижние круги. Бедра смотрят прямо вперед. Возвращаемся на другую сторону. Повторяем. Вперед-назад. Нижний круг. Два раза. В другую сторону. Круговые движения. Сейчас используйте всю свою силу и гибкость. Последний раз с каждой стороны. Вперед, назад. Два круга. Поднимите. И в другую сторону. Вперед. Круг. Вытянули. И повторяем. Вперед. Назад. Вокруг. Вытянули. Последний раз с этой стороны. Теперь переходим ко второй комбинации. Начинаем со взмаха вперед и назад. Задержитесь на четвертый раз. Согните ногу, на которой стоите, и вытяните вперед, как качели. И на другую сторону. Держите равновесие. Работают мышцы ног. На другую сторону. Наклон вперед. И снова. После этого мы будем вытягивать ногу в сторону. Потом отведем ее назад. И реверанс. В другую сторону. Поднимаем колено, вытягиваем. И шаг назад. Реверанс. Поднимаем вверх. Назад. Реверанс. В другую сторону. Теперь объединим все вместе со взмахами вперед. Четыре взмаха ногой. Задержите ногу на четвертый раз. Потянитесь вниз. И обратно. Поднимаем колено в сторону вверх. Глубокий реверанс. В другую сторону. По максимуму выполняем каждое упражнение. Держите равновесие. Сторону. Вытянули. Реверанс. Нога сзади легкая. Снова. Вперед. Назад. Живот втянут. Работают мышцы бедер. Контролируйте равновесие. Каждое движение помогает привести форму вашей мышцы. Каждое движение помогает привести форму вашей мышцы. Я выбрала лучший способ, чтобы избавиться от жира и улучшить вашу спортивную форму. Поэтому придерживайтесь этих упражнений, если красота и здоровье – ваша цель. Они дадут вам огромный заряд энергии. Заряд энергии. Будет много прыжков. Прыжки. Если вы на твердой поверхности, то лучше положить на пол мат для прыжков. Не забывайте, живот втянут, колени мягкие во время приземления, и колени всегда должны находиться над москами. Кардиоупражнение. Начнем с легких упражнений. Шаги в стороны можете в такт двигать руками. Теперь дотроньтесь носком впереди до пола. Пусть ритмичное дыхание войдет у вас в привычку. Теперь прыжки. Подумайте о шотландском степе. Еще четыре раза. Теперь снова боковые шаги, но по диагонали. Восемь раз. Продолжайте двигаться в этом направлении. Добавьте касание носком и реверанс. Касание и реверанс. Вверх и вниз. Еще четыре раза. И снова шотландский степ. Еще четыре раза. Повторяем диагональные движения. Добавляем носок и реверанс. Сейчас мы добавим восемь маленьких прыжков. Вот так. Теперь шотландские. Теперь повторяем прыжки восемь раз. Вот так. Теперь шаги по диагонали. Носок и реверанс. Четыре раза. И в другую сторону четыре раза. Последние два раза. И снова маленькие прыжки. Разводим руки в стороны на восемь. Следите за дыханием. И четыре шотландских. Снова маленькие прыжки. Руки в стороны. И по диагонали. Вперед. И реверанс. Вдох. Выдох. Четыре шотландских. Четыре по диагонали. И четыре шотландских. Теперь восемь маленьких прыжков. Живот втянут. И на восьмой раз руки в стороны. Теперь соединяем и разъединяем ноги в прыжках восемь раз. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Шаг вперед. И реверанс. Четыре шотландских. С руками. И по диагонали. Теперь четыре прыжка. Ноги вместе. Вот так. Ступни вместе. Четыре раза ступни в стороны. Теперь два раза в стороны. И два раза вместе. Повторите. Теперь восемь раз соединяем и разъединяем стопы. Не забывайте про руки. Два раза вместе. Два раза отдельно. Соединили. Развели. Теперь по диагонали. Теперь в другую сторону. Четыре шотландских. И мы снова начинаем прыгать. Четыре раза вместе. Четыре раза отдельно. Вместе два раза. Отдельно два раза. Восемь раз по очереди. Вместе и раздельно. Помните об осанке. Коленки над носками. Теперь по диагонали. Вдох. Выдох. И шотландские. Помните, эти легкие интенсивные упражнения улучшают вашу форму. Жир сгорает. Так что выполняйте их все. Прыгаем последний раз. И в стороны. Два вместе. И в стороны. Два вместе. Восемь переменных прыжков. И повторяем. Четыре вместе. Четыре в стороны. Два вместе. Два отдельно. Снова два вместе. И переменные прыжки. Дышим. Вдох. Выдох. Теперь мы немного поменяем комбинацию. Два прыжка в стороны. А затем поочередные прыжки. Вот так. Два прыжка в стороны. Стороны вместе. В стороны. И вместе. Поочередные прыжки. Добавляем движение рук. Колени мягкие. И четыре по диагонали. Дышим. Вперед и назад. Тянемся. Четыре шотландских. И движение рук. И начинаем снова. Ноги в стороны. Два, три. Прыжки. Вместе раздельно. И поочередные прыжки. Еще два раза. Старайтесь прыгать высоко. И последний раз. По диагонали. И дышим. Продолжаем двигаться. Продолжаем двигаться. Дальше. Субтитры подогнал «Симон» Кардиоупражнение, часть 2 Восемь маленьких подскоков Вперед и назад, прыжок, стороны и обратно Стороны, меняем местами ноги Если хотите, здесь небольшой отдых Дышите, не забывайте про позицию И снова, восемь маленьких подскоков Пять, шесть, семь, восемь И стороны, четыре раза, прыжок Меняем ступни Прыжок Дышим Последний раз Небольшой перерыв Наполните мышцы энергией дыхания И начинаем снова Теперь четыре подскока Четыре широких прыжка Еще два раза Снова четыре подскока Три, два, четыре широких И перекрест Расслабляемся Выполняем маленькие легкие движения Сейчас начинаем подскоки Вдох Начинаем Четыре подскока Четыре широких прыжка Стороны Вместе Повторяем подскоки И в стороны И вместе Перекрест Продолжаем прыжки И смену ног в середине Вниз Перекрест Восемь раз Четыре Работают мышцы ног Последний раз Небольшой отдых Шаги в стороны Теперь начинаем снова С маленьких поскоков Немного изменим упражнение в конце Начинаем Стороны Смена ног Стороны Три Пять Почувствуйте, как работает спина Последний раз Теперь в стороны Восемь прыжков с приседанием Продолжайте прыгать Теперь шаги назад И вперед В стороны Тянемся в сторону Выполним последовательность упражнений В последний раз Четыре Последний три раза Восемь прыжков с приседанием Спина прямая И шаги назад И вперед Вверх И широкие прыжки И маленькие переменные прыжки Вот так Вверх и вниз Прямая спина Снова широкие прыжки На том же месте Теперь четыре перекреста Стороны Приседаем Приседаем И снова И восемь раз Спина крепкая Прыжки с приседаниями Сейчас вы должны очень хорошо чувствовать бедра И четыре перекреста И последний раз И шаг назад Вперед И в сторону Вдох Чувствуете мышцы Повторим всю последовательность еще раз Готовы? Восемь Семь Прыжки с приседанием Садимся вниз Четыре перекреста Соберитесь силами Выполняем упражнение в последний раз Тянемся в стороны Восемь раз снова И прыжки с приседаниями Последние четыре перекреста И шаги Кардиоупражнения Часть третья Выполняем четыре прыжка на каждой ноге Меняем ногу На правой колени расслаблены Теперь по два раза на каждой ноге Повторяем Теперь по одному И шаг назад Шаг вперед В сторону И назад Вдох И еще два раза Поменяйте стороны Последний раз И повторяем прыжки на одной ноге Четыре на одной На другой Колени Над носками Теперь по два раза Повторяем По одному разу Пять Шесть Семь Теперь шаги назад и вперед Прыжки на одной ноге И на другой Снова меняем ноги По очереди восемь раз Маленькие прыжки И шаги назад Стороны Вдох И дотронулись До бедра Теперь плие И поднятие ноги Плие Сторону Теперь прыжки Четыре раза Два Три И прыжки на одной ноге На другой На другой ноге По два раза Повторяем по два раза По одному разу на каждой ноге восемь раз И шаг назад Шаг в сторону И наклоны И наклоны Теперь прыжки в сторону из позиции Когда ступни сведены вместе Прыжок И вместе Как ножницы Продолжайте движение А теперь все вместе Четыре прыжка ножницы Руки в стороны Четыре прыжка Нога в сторону Четыре прыжка на одной ноге Нога сзади Впереди Два сзади Два впереди Два сзади Восемь одиночных И шаг назад И дышим Шаги в стороны Наклоны В другую сторону Повторим все снова Прыжки ножницы Четыре раза Начинаем Сторону Сторону Теперь прыжки с поднятием ноги Четыре раза Четыре прыжка на одной ноге Вторая нога впереди Два раза сзади и снова И одиночные Впереди сзади Дышите Наклоны в сторону Теперь давайте присоединим еще что-нибудь Восемь прыжков на одной ноге Потом восемь прыжков с ступнями вместе Начинаем Восемь маленьких прыжков Легкое И аккуратное Легкое, аккуратное приземление Теперь прыжки ножницы Разогнули и вместе И снова восемь прыжков на одной ноге Восемь маленьких прыжков Четыре прыжка Пятки вместе И шаг назад И вперед Наклоны И шаги в сторону Дышим Дышим Делаем вдох Давайте повторим последовательность Работают руки Работают руки Начинаем Восемь маленьких прыжков на одной ноге Восемь маленьких прыжков Теперь прыжки в стороны Три Два Повторяем Маленькие прыжки на одной ноге Восемь прыжков Восемь прыжков Прыжки и пятки вместе И шаги назад Вперед В стороны Давайте повторимся сначала Руки Четыре прыжка на одной ноге Нога впереди Четыре прыжка Два шага Начали Четыре прыжка Повторяем снова И расслабляемся Соберитесь Это последний раз Колени, ступни, руки И четыре прыжка на одной ноге Два прыжка пятки вместе Снова Четыре на одной ноге Четыре прыжка В сторону Шаг назад И вперед Расслабление Расслабление, растяжка Наклонитесь Вперед Сделайте глубокий вдох И на выдохе Поднимитесь вверх Наполните свое тело Кислородом Наполните энергией Все тело Наклон на выдохе Последний раз Со вдохом Потянитесь вверх И проведите рукой Над головой Выдох Рука вперед В другую сторону Теперь согнитесь И выдохните снова Круговое движение Рукой И выдох Наклон И выдох Почувствуйте Как наполняетесь Энергией Опустите пятку Выпрямите ногу И дайте мышцам Вытянуться Теперь возьмите Одну ногу В руку Колени вместе Вот так Теперь слегка Отведите ногу В сторону Это сильнее Растянет Переднюю и заднюю часть Теперь другой рукой Возьмите ту же ногу Это раскроет бедра И поменяйте ноги Пятка прижата Пятка прижата к ягодицам Возьмите ступню В другую руку Раскрываем бедра Поставьте одну ногу На опору И с прямой спиной Опуститесь на прямую ногу Вы можете согнуть Поддерживающую ногу Если вам так комфортнее Бедра по прямой линии Плечи на прямой линии Лицо вниз К колену Так мы растягиваем Нужное нам место Теперь немного Повернитесь к ноге Почувствуйте Как работает Внутренняя нижняя часть бедра В другую сторону Нога прямая Согните поддерживающую ногу В колене Вытянитесь И просто расслабьтесь Теперь повернитесь в сторону От ноги Хорошо А теперь на полу Сядьте на мат Ступни вниз Колени согнуты Медленно распрямите спину Открывайте каждый позвонок Чтобы создать расстояние Между каждым позвонком Потянитесь к коленям А затем медленно растяните Один позвонок за другим Теперь давайте вздохнем И повторим Поднимитесь Медленно Отрывайте спину Во время подъема Если вы поняли Что полподъема для вас достаточно Это нормально Просто медленно лягте обратно Лягте на мат Теперь положите одну руку за голову И вдохните На выдохе Протяните вторую руку к колену И вниз Вдох Когда вы опускаетесь И выдох Когда поднимаетесь Спина все время плотно на мате Пока рука удлиняет И растягивает мышцы живота В другую сторону Каждый выдох ведет К плоскому подтянутому животу Тянемся И дотрагиваемся Держите голову так Как будто вы держите Под подбородком Мячик для пинг-понга Последний раз Теперь обе руки по сторонам Потянитесь вперед И соедините руки вместе Выдох Когда вы движетесь назад Задержитесь Когда поднимаетесь вверх Подумайте о плоских и сильных мышцах живота Теперь разведите руки по сторонам Поднимите колени на 90 градусов И четыре раза потянитесь к ним Поддерживая голову руками Продолжайте думать о плоском животе Когда вы поднимаетесь вверх И выдох И еще два раза Продолжайте движение на без рук Руки вытяните по сторонам ног Небольшой наклон в сторону с выдохом Убедитесь, что колени и бедра под углом 90 градусов Если вы захотите поддержать голову Если вы захотите поддержать голову То делайте это только одной рукой И каждый раз в другую сторону Последний раз Теперь вытягиваемся в движение так Чтобы получилась буква В Дотянитесь до голени И положите голову вниз Тянемся И выдох Ноги каждый раз возвращаются в согнутое положение Тянемся Подтянутый плоский живот Тянемся Каждый раз ноги возвращаются в положение Под углом 90 градусов Продолжайте выполнять это упражнение Одну руку за голову Теперь разведите ноги как ножницы Дотроньтесь до противоположной ноги Немного быстрее Теперь руки за головой Носки вместе Разведите колени в стороны Замрите на мгновение И соедините вместе Стороны и вместе Помните Плоский, сильный живот И последний раз Лодыжки вместе Почувствуйте растяжение внутренней части бедра Усложним упражнение Медленно разведите ноги в стороны Расслабьтесь Происходит медленное растяжение Не нужно давить Теперь поместите правое колено над левой ногой Правая рука согнута под прямым углом Позвольте бедрам свернуться Но держите плечи на полу Голова смотрит в противоположную от руки сторону Почувствуйте напряжение во всей правой части И в другую сторону Левая нога сверху Левая рука согнута под прямым углом Голова повернута вправо Расслабьтесь Правая нога поднята Возьмите ее правой рукой прямо под щиколоткой А левой под коленом И потяните ногу к себе Вы можете приподнять голову и плечи Если так удобнее Эту же ногу положите на колено И поднимите вторую ногу Почувствуйте напряжение в задней части бедра Убедитесь, что ваша ступня в том же положении, как здесь Чтобы вы на самом деле чувствовали растяжение И в другую сторону Вытяните ногу, противоположная рука на задней части бедра Притяните ногу к себе Положите ногу на колено И поднимите ногу Сядьте Руки назад И важно, чтобы пальцы смотрели в ваше направление Выгните вперед грудную клетку Поднимите голову Согните колени Крепкие мышцы ягодиц И сконцентрируйтесь на растяжении передней части бедра Теперь одна рука на голове А другая вытянута в сторону Ноги скрещены Потяните голову вниз Найдите положение, в котором у вас происходит максимальное растяжение Может быть немного вперед или немного повернуть Найдите точку растяжения В другую сторону Растяжение в сторону Тянитесь Потянитесь в сторону И вытяните руку Вдох И в другую сторону Отлично Я надеюсь, вам понравились упражнения Те из вас, кто никогда не занимался балетом, сейчас могут чувствовать мышцы, которые никогда не чувствовали раньше Те из вас, кто занимался балетом, надеюсь, рады снова вернуться Продолжайте делать упражнения С каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше И со временем вы увидите результаты Балет очень полезен для всех видов спорта Атлеты часто используют упражнения из балета, чтобы улучшить свои результаты Итак, вы выполняете все, что предлагает программа И вы обнаружите, что и другие упражнения вам станут делать проще Как бывшая балерина, я убеждена, что нужно поддерживать гибкость И если вы будете выполнять упражнения в течение нескольких недель То, безусловно, станете намного гибче Это поможет в ежедневных делах Это также страховка на будущее, когда гибкость вам будет очень нужна Во время подготовки этой программы состояние моих ног немного изменилось Так что, если вы сможете практиковать эти упражнения три раза в неделю То можете увидеть изменения, которые вам понравятся Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова